Я был в садике. Это был мой первый опыт тюрьмы, если хотите. Я ненавидел садик всей своей детской душой. От кончиков пальцев на ногах до самого темечка. Я терпеть его не мог. Не знаю почему. Потому что когда уже приходишь в садик, и через часика-два ты уже перестаешь плакать, и начинаешь с детьми общаться, прогулка, сон, что-то там еще такое. Ну, в принципе, там никто же тебя не бьет, не мучит. Но это сам факт этого отторжения от семьи и насильного помещения за забор с какой-то там теткой-воспитательницей. Это что-то такое было для меня очень мучительное. И пионерские лагеря, когда мне там приходилось быть, это был тоже какой-то опыт, какой-то лагерный какой-то. Что это такое? Это ужасно. Эти песни на побудку, там эти какие-то линейки, эти там какие-то проверки. Это в армии не так тошно, как в этих всех детских учебных заведениях. И поэтому я лично считаю, что если у ребенка есть возможность воспитываться дома, то зачем еще садик какой-то? Зачем? Это только для работающей мамы, которая иначе не может содержать свою семью. Видимо, отца, либо нет отца, либо деньги отца не обеспечивают семью полностью. И мама тогда должна работать. Либо она хочет работать, она хочет реализоваться. И тогда нужно либо няню, либо бабушку, либо садик. Ну как бы сбагрить ребенка с рук материнских. Психомама нужна ребенку больше всего. А если он, конечно, не один еще, как у вас, то это, конечно, еще лучше, потому что все равно социализация нужна какая-то. Нужно где-то там в песочнице с кем-то играться, там поссориться, там дай мне, не дам, там заплакали. Это же социализация. Песочница – это первая лаборатория социализации. Бабушки на лавочке сидят, разговаривают о своих взрослых вещах, а дети социализируются в песочнице. Плачут, обижаются, дерутся, потом мирятся. Это нормальная школа жизни. Поэтому если у вас есть еще дети, то у вас дома уже есть коллектив, то это уже хорошо, ребенок не один. Все остальное нужно для того, чтобы его социализировать. Можно дома его и выучить по всей программе средней школы, но он не сможет общаться со сверстниками. Это пугает, да? Он защитится от каких-то грехов, но он будет как белый ворона, ему так не сможет, может быть, вещи какие-то преодолеть в себе. Может, он чужак везде будет. Это какой-то сложный вопрос такой. Но если в семье есть несколько детей, два, три и больше, то там уже есть готовый коллектив. И здесь уже можно меньше бояться. Но самое главное, что вы пишете, что вы не хотите отдавать ребенка в садик. Для вас само это представляется каким-то фактом мучительства. То есть оторвать от себя плачущего ребенка. Он говорит, мама, мама, тянет тебе ручки, весь заливается, слезы как горошины текут по лицу. И там он идет в садик, вот эти там тумбочки с яблочками, ежиками. И все это там раздевается, там переодевает сменку. И остается там. И потом смотрит, как эта самая буква, эта из окошка выглядит, там, придет за мамой, не придет, чтобы она только не опоздала. Как дети воспринимают, как ужас. И где-то мама задержит, где-то в пробках застрянет. Или там света не будет, троллейбуса не ездит. Мама опоздала там на полчаса. Да они там бедные, зареванные, выбегают, как эти самые... Там мамочка приехала, мамочка приехала. Вообще-то какое-то вырывание детей из семьи. Это что-то пугающее и странное. Вы этого не хотите. Так кто же вас заставит? Ну, кроме нужды, может быть, нужда может заставить. А кроме нужды кто? Никто. Да и нужда, может, даже не заставит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!